Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. В сегодняшнем видео я хочу затронуть тему светотени, так как для многих она вызывает очень большие трудности. Хотя на самом деле здесь всё достаточно просто, если понять несколько простых принципов, о которых я как раз таки расскажу в этом видео, и надеюсь, что после этого видео у вас не возникнет больше никаких трудностей со светом и тенью в графике для игр. Ну а прежде чем я начну, хотелось бы порекомендовать канал Holy Monkey, на котором вы найдёте множество интересных уроков по созданию игр на Юнити, а с некоторыми учениками они работают тет-а-тет, поэтому если вы хотите действительно научиться делать игры на Юнити, то обязательно сюда загляните. Ну а мы начинаем. В качестве жертв у нас сегодня целых 4 объекта. Это персонаж, ящик, какая-нибудь цилиндрическая ерунда, вроде бочки или колонны, и что-то вроде большого и острого камня. Вообще, чтобы передать объём именно в пиксель-арте, достаточно всего лишь трёх цветов. Первый цвет у нас, допустим, будет чёрный, второй цвет будет белый, и третий цвет между ними будет серый. На самом деле, вовсе не обязательно использовать именно эти цвета, а я бы даже порекомендовал их вообще не использовать. Так как использовать чёрный цвет в качестве самого тёмного, а белый в качестве самого светлого, как правило, не приводит ни к чему хорошему. И сейчас посмотрим это на реальном примере. Значит, вот, предположим, у нас два ящика. Первое, что вы должны сделать, это должно определиться, с какой стороны у вас будет падать свет. Я обычно делаю так, что он у меня падает с правого верхнего угла экрана. А в общем, это должно быть какое-то глобальное освещение, например, солнце, или очень яркая лампа, и всё в таком духе. То есть здесь уже, смотрите, в зависимости от игры. А даже несмотря на то, что у меня здесь подземелья, и как бы солнца здесь и подавно никогда нету, у меня оно тут всё равно есть. Значит, солнце у нас падает справа налево, то есть вот примерно по такому вектору. Соответственно, если взять, например, всё же этот ящик, то самая светлая сторона, допустим, у нас будет вот такая. То есть она у нас освещена солнцем. Затем уже более светлая сторона, которая находится в тени. А я не хочу сейчас использовать чёрный цвет, иначе будет слишком большой контраст. Однако, если тот же самый ящик раскрасить менее контрастными цветами, получится намного лучше. Предположим, вот так. А можно даже использовать вообще два цвета. А что я, в принципе, обычно и делаю. Особенно, если на предметах нету никакой обводки. А как в случае с вот этим персонажем, и вообще с любым объектом на этом макапе. А, но как же тогда подбирать цвета, чтобы всё это выглядело более естественно и красиво? А здесь вообще всё очень просто. Предположим, у нас ящик какого-нибудь такого вот коричневого цвета. То есть вот он сам по себе такой вот весь. А далее. А мне нужно теперь подобрать цвет для теневой стороны. А я, во-первых, опускаюсь здесь вниз, чтобы сделать этот цвет темнее. Цвета в тени, как правило, менее насыщенные, тем те, что находятся на освещенных участках. Поэтому здесь я также сбавляю насыщенность. Не сильно, но сбавляю. Отлично, уже выглядит более естественно. Для пиксель-арта можно делать контраст чуть больше. Например, вот так. Но здесь слишком много насыщенности в этой тени. Далее. На этом можно не останавливаться, а добавить ещё синих оттенков. Так как в тени, как правило, все объекты имеют синеватый такой оттенок. Яшким примером может послужить солнечный день, где в тени всё такое синее, а на солнце всё такое жёлтое. Либо ночь, когда вообще все объекты практически синие, и при этом имеют низкую насыщенность цвета. То же самое мы применяем и в графике для игры, чтобы она выглядела более естественно и приятно. Далее, если свет достаточно яркий или предметы находятся к нему близко, например, этот ящик находится рядом с каким-нибудь факелом, то можно также добавить более светлого и насыщенного цвета. А для этого я поднимаюсь вверх, чтобы увеличить яркость, и вбок, чтобы увеличить насыщенность. Либо сразу подниматься по диагонали, как я это обычно и делаю. А чтобы накладывать как бы такие вот световые блики, можно использовать как монолитную линию, так и делать её что-то вроде пунктира, развивая на отдельные участки. Что ж, хорошо, с ящиком мы уже разобрались. Теперь перейдём к более сложному объекту, такому как персонаж. Здесь можно придерживаться очень простого принципа. И, пожалуй, покажу его сначала на большом предмете, например, на вот этом камне. А сейчас я залью его каким-нибудь однотипным, таким однотонным цветом, и возьму более светлый. Значит, так как свет у нас падает справа налево, то левая часть у нас будет как бы темнее, а правая у нас всегда будет светлее. Поэтому я сразу провожу вот такую вот линию, которая как бы будет отделять. И просто закрашиваю эту область. Далее следует ещё учитывать кое-какой момент. Возьмём опять же этот ящик. Всё, что будет над этим ящиком, будет иметь более светлый оттенок. Допустим, ящик, который стоит на нём, и ящик, который находится под ним. Тот, который находится сверху, может иметь свой естественный цвет, оттенок и так далее. Но тот, что находится под ним, то есть если свет у нас, допустим, падает вот так, позади ящика, она будет как бы теневая. Вот эта часть ящика, которая находится под ним, также будет находиться в тени. И чтобы это показать, Я просто могу выделить конкретный элемент и уменьшить яркость Но чтобы это выглядело более естественно, я убавляю насыщенность Отлично, теперь видно, что хотя бы часть этого ящика находится в тени Но на этом можно не останавливаться и вызвав меню цветового баланса с помощью Ctrl-B Добавить в тени голубоватые либо синеватые оттенки Ну и чтобы это смотрелось симпатично, я просто весь ящик покрашу в таком духе Но что касается ящика сверху, то можно сделать так Вызвать например меню уровней с помощью Ctrl-L И ползунок, который белый, переместить сюда влево Его яркость будет заметно больше, но при этом потеряется насыщенность Однако это можно исправить, добавив в ползунке насыщенности несколько таких вот циферок А не больше 20, иначе будет уже слишком ярко и неестественно Тот же самый принцип можно применить и на вот этом камне Теперь что касается цилиндрических объектов, здесь можно применить маленькую фишку Чтобы сделать их, так сказать, более округлыми Используя те же самые цвета Залью самым темным цветом Затем светлый цвет Самый яркий цвет, который стоит делать не где-нибудь вот так с краю А именно с отступом в 1-2 пикселя Тогда это будет смотреться более естественно Теперь, чтобы сделать его еще более округлым, стоит добавить так называемый Rim Light Или проще говоря, свет позади объекта И по сути мы добавляем просто такой вот рефлекс А зато темный цвет можно добавить еще и сюда с краю Однако сделать его немного светлее Либо я предпочитаю брать этот основной цвет и немного сбавлять у него яркость и насыщенность Чтобы это было заметно, но чтобы это не слишком сильно контрастировало А в принципе тот же самый цвет можно добавить и сюда А можно даже еще темнее Также можно добавить еще какой-нибудь более светлый цвет в качестве блика Но это уже зависит конкретно от поверхности объекта Далее можно применить дизеринг Чтобы сделать переход от цвета к цвету более плавным Но я дизеринг не очень люблю, поэтому я его практически никогда не использую Теперь используя все эти принципы А раскрасить персонажа уже не составит особого труда Если даже начать с козырька кепки То вот он светлый цвет Который символизирует то, что свет у нас падает справа налево То есть принимает на себя основную часть освещения Далее самая темная часть кепки Которая как раз таки вот так вот выглядит И просто освещенная часть То же самое с лицом Берем, например, самый светлый цвет И опять же Теперь берем темный И в зависимости от направления освещения Я уже как бы закрашиваю именно теневую сторону Но чтобы как бы смоделировать лицо Именно в пиксель арте Можно поступить немного по-другому Добавить где-то отдельные пиксели Либо я еще часто делаю освещение в виде уха То есть вот этот пиксель можно символизировать Как и кость в черепе Так и просто ухо С глазами тут вообще все просто Ну и просто для такого маленького фана Здесь добавляется подобие носа А теперь Так как у нас кепка тоже отбрасывает тень То несколько пикселей под кепкой Тоже надо затемнить И уменьшить яркость Вместе с насыщенностью А можно затемнить сразу 2 пикселя Но обычно я это делаю для более крупных головных уборов Далее с телом В принципе все то же самое Беру потом теневой цвет И так же вот закрашиваю А так как сейчас здесь контраста маловато Можно сделать свет чуть темнее Теперь даже издалека персонаж будет читаться лучше Ну и такая вот маленькая детализация В виде молнии на рубашке Можно даже обозначить здесь шею И воротник Не стоит забывать что голова так же отбрасывает тень И поэтому шея как правило тоже всегда находится в тени Поэтому и цвет под головой Он тоже будет темнее Можно даже взять цвет Который у нас в тени под кепкой Но я пожалуй сделаю еще темнее С этой более освещенной стороны Можно сделать тоже тень Но очень такую светлую Практически незаметную Это нужно больше для того чтобы смоделировать Именно форму А не просто показать цвет тени Обычно я начинаю рисовать с темного цвета Как например сейчас сделал это со штанами И уже более светлым цветом накладываю именно светлые части А с руками можно поступить точно так же Плечи имеют на себе больше света Чем например более нижние части руки А поэтому плечи я делаю тоже светлым цветом А уже остальные руки я делаю их более темными Ну еще можно сделать светлыми именно ладони И еще я часто люблю делать тени именно под руками Так сказать намечаю рукава И так же тень именно под курткой Так как она тоже у нас объемная А не просто в виде коробки из Майнкрафта Кстати сделаю-ка ему ноги побольше Подлиннее А специально сделаю его немного отличающимся Теперь если брать более глобальные объекты Например платформы и вообще фон То здесь можно руководствоваться теми же самыми принципами Например вот этот мост А самая светлая часть этого моста Будет именно поверхность Потому что именно она принимает на себя свет И наоборот то что находится под этим мостом То есть ниже вот этой платформы Под таким вот углом света А будет уже как раз таки находиться вот так в тени Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И на этом все Если вам понравилось это видео Подписывайтесь и ставьте лайки Делитесь этим видео со своими друзьями И заходите сюда завтра Ведь видео выходит абсолютно каждый день Ну а с вами был Арталаски И я не прощаюсь А приглашаю посмотреть те видео Которые вы еще не успели посмотреть До завтра Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok